23 ноября. Ничего еще не предвещало беды. Рейдовый буксир Яни Капу и два малых бронированных артиллерийских катера Бердянский Никополь начинают плановый переход из порта Одессы в порт Мариуполя. Мы совершали плановый переход группы в пункты базирования Мариуполя и Бердянск. Согласно всем международным нормам и права, мы за два часа до входа в пролив предупредили о свободном использовании международного правопрохода Керчевского пролива. В соответствии с соглашением 2003 года Азовское море – это внутреннее море двух государств. Кроме того, беспрепятственный доступ к акватории нам гарантирован еще и Конвенцией ООН о свободе судоходства. Таким образом, гражданские и военные суда под флагом Украины могут беспрепятственно заходить через пролив и идти в свои порты. Это был второй переход украинских кораблей. Первый произошел 28 сентября, когда два украинских судна, в том числе судно управления Донбасс, прошли свободно, проследовали, никто их не преследовал, не пытался заблокировать. В этот раз все тоже вроде бы проходило в штатном режиме. 25 ноября группа, состоящая из трех кораблей, остановилась у Керченского пролива. В зоне ожидания украинские корабли и правда ждал сюрприз. Российская сторона заявила, что проход закрыт, якобы на мель сел сухогруз. Это уже не первый раз, когда Россия задерживает корабли, идущие в украинские порты, под надуманным предлогом. Только за последние месяцы РФ задержало более 150 судов, направлявшихся в порты Бердянской и Мариуполя. Тем не менее, все было мирно. Их, неестественно, долго досматривали, но в итоге пропускали. В этот раз украинские корабли решили не ждать и повернули назад. Было принято решение, что это повернение в пустойный пункт позывания в место Одессы. Здесь начинается блокбастер. Украинские корабли при попытке выйти обратно в нейтральные воды оказываются в окружении российской армады. Эту подробность уже на весь мир растрезвонили федеральные СМИ. Для сопровождения нарушителей привлекли боевые вертолеты и пограничные корабли. Что нарушили корабли, законно идущие в свои же порты, неясно. Но Россия подняла в небо даже истребители Су-25. РФ внезапно переходит в наступление. Немедленно застопленки полки, иначе его подкрой, а он обоих. Рухарь из пакетческой потоке до Черного моря. Наверное застосование сбройное маяк. Сбройное агрессия мимает. Сбройное застосовываю. Игнорируя это, агрессор открывает огонь на поражение по украинским кораблям. Кораблям, которые уже двигались домой и не представляли никакой угрозы. Российские спецслужбы совершили удар, как любит выражаться президент РФ. Ударом, который нам нанесли в спину, пособники террористов. Это был самый настоящий акт агрессии России против Украины. Причем открытый. Впервые за пять лет необъявленной войны российские военные, официально находясь под флагом РФ, открыли огонь по военнослужащим Украины. Для них оператор полный провал. Никогда россияне не ловили вот на горячем. То есть одно дело, они могли говорить, их там нет, нас там нет. А сейчас их там есть. А когда корабли попытались уйти от обстрела, россияне в пиратском стиле пошли на таран. Доби справа, блядь! Доби, я его здесь приму, блядь! Давай, блядь! Давай, блядь, держаться всем, блядь! Лево, блядь! Держаться! Во рту! Примечательно, что до того, как появилось видео подтверждение тарана, российские пропагандисты пытались отрицать сам факт такого нападения. А вот как ситуация преподносится на Украине. Там заявили, что российский пограничный корабль «Дон» якобы протаранил украинский буксир. Никаких якобы. Самый настоящий таран. Так что грош цена любым их словам об украинских провокациях. Кто здесь агрессор, очевидно. Тем более, что это не первый случай агрессивного поведения России в Азовском море. 13 сентября. Российский стражевой катер был выявлен украинскими пограничниками в районе Должанской косы. Российский экипаж сообщил, что действует согласно заданию. А потом резко изменил курс и практически пошел на таран в сторону украинского катера. Это ли не опасные маневры, как любят выражаться российские пропагандисты? Но ВМС Украины на провокацию не поддались. Аналогичная ситуация повторилась ровно месяц назад, 25 сентября. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с небоевыми катерами военно-морских сил ВСУ. Поисково-спасательным судном «Донбасс» и буксиром «Корец». Отогнать провокаторов удалось только подоспевшим на помощь бронированным артиллерийским катерам ВСУ. Видимо, осознав, что Украина не ведется на провокации, они решили сменить тактику. И на этот раз подло напали на украинские корабли, когда те были вдали от своей базы. РФ нагнетала ситуацию с тех самых пор, как оккупировала Крым. Вместе с полуостровом они фактически присвоили себе и Керченский пролив. А это, напомним, единственный путь в Азовское море, который является нашим внутренним. И согласно международному морскому праву, мы должны иметь в него беспрепятственный доступ. Однако в мае, после открытия моста, Россия окончательно возомнила себя единоличным владельцем Керченского пролива. Теперь Азовское море наше внутреннее. Первым сюрпризом от соседов в проливе стал сам Керченский мост. А точнее, его высота — 35 метров над поверхностью воды. Намного ниже, чем заявлялось. В Азовское море больше не смогут зайти 144 судна, которые заходили в Мариупольский порт за последние 2-3 года. То есть работали на этом рынке. Таким образом, Россия пыталась ударить по экономике Украины. Мы возвращаемся сегодняшним ходом в 70-е годы. Увеличивать судовые партии из Азовского моря больше стало невозможно. Однако российским псевдобратьям такого издевательства показалось мало. И они пошли еще дальше. Россия усилила контроль или ввела даже, можно сказать, контроль в Керченском проливе, досмотр всех судов. С мая российские пограничники развлекаются, создавая в Керченском проливе пробки из торговых суден. Каждое судно, идущее в Украину, задерживают для надуманного досмотра. Для них важно, чтобы бизнесы несли убытки, чтобы с Украиной торговать было невыгодно. То есть ты знаешь, что в любую секунду твой груз могут остановить неприятные русские моряки и держать его день-два. Ты подумаешь о том, что стоит поискать других партнеров. А самое дикое, что они оправдывают этот террор якобы вопросами безопасности. Работа органов ФСБ России в Керченском проливе обусловлена необходимостью предотвратить проникновение террористов, экстремистов и контрабандистов. Пиком абсурда стали байки про вымышленных украинских пиратов. Российская Федерация, столкнувшись с актом пиратства, обязана нафиг вообще закрыть этот регион для судоходства. В связи с наличием пиратов. В связи с наличием пиратов. Откуда взялся этот бред, пропагандисты так и не удосужились объяснить. Однако, видимо, именно с целью найти хоть кого-то на роль пирата, российские спецслужбы проводили допросы экипажей задержанных судов. Спрашивали об участии в АТО и запрещенном в России правом секторе. Кроме того, искали на телах членов экипажей патриотические татуировки. Совершенно не исключено, что если они найдут кого-то с татуировкой на три зуба, может быть, они его схватят, будут долго мучить и говорить, что это, собственно, был главный пират, который в Азовском море организовал пиратскую флотилию. На сегодняшний день в результате подлого нападения старшего псевдо-брата в заложниках у России оказалось 23 украинских моряка. Шестеро ранены, двое из них, по данным Генштаба Украины, в тяжелом состоянии. Однако это не помешало Кремлю молниеносно назначить дату суда над моряками. Скорее всего, всех задержанных заложников арестуют, наверное, первоначально два месяца, потом это будет традиционно продлевать. Напомним, 25 ноября экипажи задержали, а на 27-е уже был назначен суд. О качестве следствия говорить не приходится, собственно, как и честности суда. Хочу подчеркнуть, что в соответствии с международным правом статус захваченных экипажей должен рассматриваться в соответствии с Женевской конвенцией 49-го года. Поэтому наши моряки являются военнопленными. Павел Климкин, министр иностранных дел Украины. Нашим морякам инкриминирует нарушение государственной границы РФ, что само по себе абсурдно. Ведь эту границу, а имеется в виду воды у побережья Крыма, российскими не признает никто, кроме самой России. То есть, по факту, они сами придумали правила игры и сами в нее играют. Кто прав, будет решать только сила. Международное сообщество уже осудило средневековое поведение Кремля. Экстренно созванный Совет Безопасности ООН подтвердил, что украинские моряки ничего не нарушали. А значит, все претензии России беспочвенны. Большинство западных государств во главе с Соединенными Штатами осудили действия Российской Федерации. Цивилизованные законопослушные государства так себя не ведут. Воспрепятствование законному проходу украинских судов через Керченский пролив является нарушением международного законодательства. Реакция Украины на новый виток агрессии, на этот раз неприкрытой под российским флагом, стало введение в 10 пограничных областях и Азово-Керченской акватории военного положения сроком на 30 дней. Войска Украины будут приведены в полную боеготовность, чтобы при необходимости отразить новые атаки из-за поребрика. А тем временем баталия развернется на дипломатическом поле. Ведь открыто напав на Украину, Россия вывела конфликт на новый уровень. Когда уже здесь идет откровенная, ну просто это чистой воды, бандитизм и пиратство, как можно еще пытаться о чем-то договориться с Путиным? Маски сброшены с первым выстрелом, произведенным под флагом Российской Федерации. Больше никаких их там нетов, и мы этого не делали. Россия официально агрессор. А как говорил сам президент страны-террориста, Агрессор, он все равно должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. Ласкаво просимо до пекла. Слава нации! Слава!